Где-то там Серега, где там батюшка, может все-таки надо съездить, найти все-таки его где-то там, значит, там, побыть, может он меня вычитает как-то там, короче, в храме побывать у него там где-то на вычитке. Короче, так вот, и здесь вот ты, о, ты, значит, проповедуешь, ну ладно. И, слава Богу, он покаялся. И потом самое интересное мне рассказывал, когда мы с ним встречались, первый раз после 30 лет разлуки такой, необщения. И вот он сказал интересную вещь такую, что, значит, списались мы, он нашел меня на одноклассниках, значит, написал мне, значит, там, значит, мы с ним пересекли, встретились. И, значит, и потом я у них бывал уже не раз уже там в Липецке, значит, проповедовал там в их церкви, у песятников нерегистрированных он пока, вот такая, хорошая церковь, живая церковь. Значит, и интересно, значит, он говорит, что представляешь, что то, что ты говоришь, имеет силу. Вот все, что ты рассказывал, мы были пацанами, я слушал, но так вот, в одно уху вылетело, в другое вылетело, в принципе, ну, чудно, конечно, все это. Такое раньше по телевизору не показывали, по радио не говорили, как бы, где такое еще услышишь, ну ладно, как сказки какие-то. Вот, но, говорит, его зацепил один момент, там, значит, кстати, его зацепил момент не проповеди даже. Он вспомнил один эпизод, о котором я почти забыл, а он мне напомнил об этом эпизоде. Дело было еще в 84-й год, получается, 85-й уже. Вот мы студентами, значит, нас направили, короче, в село, на картошку там, на пару недель, или сколько мы там были, не помню, короче, в деревню. Да, значит, в деревню отправили нас, там, как помню, сейчас Злынь, там, Орловская область, там, конезавод, там, собирать картошку, короче. На комбайне там, значит, поставили нас, значит, там, собирали картофель, отсеяли землю, там, ну, и вот так вот. И еще там, что-то еще там собирали, не помню. Вот, значит, и вот там жили мы, расположили нас в этой школе, старая, заброшенная школа такая, двухэтажная, отделили нам. Там для девчат, там для ребят. И однажды пришли местные деревенские подраться, чтобы выпить, подраться, как обычно. А я как раз со своими проповедями ребят всех достал, рассказываю. И как раз, представляете, вот перед тем, как зашли эти вот, но уже ребята большие там были, не только как мы, а даже уже такие после армии ребята были уже. Особенно один там, вот там ВДВ, что-то такое, пьяный весь. Ну, видимо, еще только дембель, и у него все еще играло, приключения, жажда. Вот, значит, и, значит, и представляете, а я как раз накануне ребятам все рассказываю, что вот, значит, поставим, одно в щеку ударят, а другую поставишь. И мне там ребята, да ладно, бросьте, Серега, вообще, это уже перебор, короче, и твой Иисус, короче, ну, короче, ладно. Ну, я рассказываю, значит, и, представляете, и здесь этим валивают. Короче, и самое интересное, именно жертвы свои меня избрали. Я вообще там вроде невидный там, и там, ну, есть ребята там по плечисти, и там, значит, там, короче, короче, этот самый, который ВДВшний там, ну, местный авторитет в темняшке такой, все там, такой грозный, такой волосатый, весь такой грозный, значит, такой из себя. Он, значит, меня за грудки, о, жиденка нашли, говорит, короче, на меня, жиденка нашли. Хотя, внешне я на еврея, особенно, я вообще не похожа считаю. Вот, значит, у нас там в этой же группе, нет, в параллельной группе, были ребята, которые, ну, внешне они более, ну, еврейская, семитская внешность такая, понимаете, но что-то он ко мне именно прицепился, жиденка нашли, говорит. Короче, и все. И в присутствии ребят две группы, на них страх такой нападает, они все парализованы, местные пришли, значит, там, все, значит, толпой. Вот, меня бьет, а у меня проповедь в голове, которой я сейчас только что говорил. Короче, у меня, с одной стороны, хочется и ударить в ответ, значит, а с другой стороны, нет, я стою, держу удары. Он бьет, самое интересное, бьет, и, значит, всячески бьет, короче, при ребятах. Бьет по лицу, бьет, значит, в тело, значит, бьет коленом, бьет ногой, бьет, значит, рукой, другой, головой. Самое интересное, это было свидетельство для всех ребят, вот, две группы, для них было такое свидетельство потрясающее. Короче, он устал бить, и ушли. На мне ни синяка, ни царапин, ни потека, вообще для них, это, потом Дима мне рассказывал, мы тебя даже между собой окрестили непробиваемой. Потому что, говорит, на тебе не было ни следа даже, там даже, там весь должен быть весь в крови, там в потеках, он бил со всей дури, значит, бил, притом даже он сам уже устал, уже бить, значит, уже, короче. А я стоял, держал удары, падал, тут же вставал, значит, и снова стою, и, потом, не закрываюсь, ни блоком не ставлю, ничего. Я просто стою, хотя, там, тогда еще пацаном еще ходил, там, на эти тренировки, эти, как бы, и помню, там, эти, кибадачи, хаджимы, там, все, значит, как бы, в принципе, должен был, от ударов как-то уклоняться, я принципиально стоял, значит, и не уклонялся от ударов. Вот, для ребят это было свидетельство, они смотрели меня, щупали, потом подходили ко мне, там, значит, что, а где, где, ну, следы вообще, ни синяка, ничего, все, все, это было чисто, для них это было свидетельство. Но я не знал продолжение, я узнал только лишь потом, Дима рассказал, что, значит, когда они ушли, мы, говорит, этого ожидают, сейчас, значит, короче, ну, все, на завтра они должны были прийти и, ну, так, короче, стращали. Самое интересное, на другой день они не пришли, я не знал, в чем дело, значит, меня, тем более, назначили, там, значит, даже помощником бригадира, получается, ну, другое село, короче, ладно. Повысили, да, интересно даже учить, а потом бригадиром поставили даже, там, значит, но самое интересное было в чем, что, оказывается, а ты ведь не знал, мне Дима рассказывает, я говорю, я не знал, чем закончилась та история, оказывается, тот парень в ту ночь погиб, вот этот ВДВшник, там, значит, они пошли, значит, на ферму, оказывается, там, значит, и там стали чудить, и, короче, там что-то случилось, и он трагически погибает, там, на этой ферме, вот, значит, и, ну, какая-то молотилась, что-то еще там, короче, значит, ну, ну, от него там мало что осталось, вот, значит, и, и вот на тех, оказывается, деревенские, такой страх напал, и, вот, вот, того же, да, боимся, говорит, вот, они между собой говорили, а наши ребята слышали, но мне не говорили, самое интересное, не передавали, а Дима, он это знал, но, так, ну, намотал на ус, и, вот, 30 лет спустя, он мне это рассказал, и, вот, я, какого же, да, они боялись, они ж тебя боялись, интересно, интересно, самое интересное, знаете, для меня было такое, ну, не знаю, Дима, вот, он был впечатлен тогда, вот, ну, во-первых, для него было шоком, как для других ребят, что на мне не было следов даже побоев, как это, значит, парни взросли, меня, значит, да, после армии, значит, там, значит, там, и, такой весь, значит, там, у него все сплошная мозоль, значит, там, набита, значит, как бы, ну, видно, что, значит, он, как бы, ну, бить мог, значит, да, но, самое интересное, на мне не было побоев, вот, и вот эта кличка, говорит, Дима, да, так он назвал тебя, непробиваемый, говорит, говорит, это вообще что-то такое фантастичное, но спустя 30 лет он стал вспоминать, ты говорил, как раз, ведь нам накануне, как раз, он причинно-следственную связь, как бы, вот, проследил, что говорил, как раз, что, да, подставишь другую щеку, а мы не верили, говорит, и вот, как раз тут же раз этот эпизод, и для него это стало свидетельством, как раз, вот, представляете, ну, спустя 30 лет, то есть, тогда для него это, просто, как бы, думал, ну, может, такая, особенность организма, или что-то еще там, ну, вот, непробиваемость такая какая-то, не знаю, неубиваемость, непробиваемость, а потом он сопоставил, что и парень-то должен, ну, он, там, грозился, что, а, типа, кровь с молоком, что-то, что он говорил, короче, что насчет, ну, ну, убьет, короче, так вот, грозился, уходя, а, получается, в эту же самую ночь он сам погибает, и, оказывается, на деревенских, они больше не приходили к нам вообще, он был авторитетный, этот человек, да, значит, и для них было очевидным, что они боятся, значит, потому что он должен, он все грозился, вернемся, да, значит, того же, да, как бы, замочим, как бы, да, значит, но самое интересное, сам он погибает, и деревенским хватило ума сообразить, что, значит, есть причинно-следственная связь здесь какая-то определенная, вот, ну, это интересно было, да, вот, ну, я сам забыл об этом эпизоде уже, как бы, ну, в принципе, не думаешь об этих вещах, но спустя годы, когда все тебе там напоминают, рассказывают тебе, я вспоминаю, думаю, надо, вот это, да, интересно, хорошо, друзья, у нас время сегодня было свидетельств таких, получается, да, тема пастырского служения, но это все, можно, этот эпизод с неудавшимся убиением отнести к подготовке к пастырскому служению, в принципе, да, можно, можно так, к теме, вот, ну, да, вот, но, честно говоря, это был удивительный эпизод, меня били и после того, не раз, но, не, ну, это было не так жестко, во-первых, во-вторых, это были, другие были условия, абсолютно, а здесь, вот, было, было, как раз, первый раз и первый раз в жизни меня били, вообще, по лицу били, первый раз в жизни, вообще, никогда меня раньше по лицу не били, вот, стресс для, для пацана, значит, во-вторых, парень уже после армии, уже взрослый уже, да, я еще, вообще, пацан еще совсем, вот, значит, и только с мамой и с папой, домашний такой пацан а здесь человек уже как мужик для меня и он бьет меня но самое интересное, страха не было я посмотрел потом на ребят, у них страх в глазах был, а у меня страха не было самое интересное, я поднимался снова и хоть бы что, опять перед ним стоял как неваляшка он бьет, я опять стою но самое интересное не чувствовал сильно боли ощущал удары, но не скажу что там больно было как-то там, особенно сильно. Он уже устал бить. Он реально устал бить уже, все уже, просто уже вымытался, уже устал бить уже, вот всячески бил и так, и так, и так. И, значит, там, ну, короче, я же тоже ходил на тренировки раньше, там, как бы, значит, еще пацаном тоже, ну, так, вот для себя с ребятами ходил, значит, там, официально это было в СССР запрещено, значит, ну, вот, такие некоторые были, официальная группа здоровья называлась. Вот, значит, но, понимаете, самое интересное, я понимал, что, вот, Бог заступился, и потом забыл об этом эпизоде. И вот 30 лет спустя, представьте, когда Дима напомнил, и самое интересное, он мне сказал, интересный момент, что 30 лет спустя он даже вспомнил больше даже не проповеди, а вот этот случай как раз, и на него это очень, ну, толчком послужило для спасения, для спасения. Отец, благодарю Тебя за сегодняшний день, за эту возможность братьям свидетельствовать Господь, сёстрам рассказывать об этом всём, Боже, и из Слова Твоего, из своей жизни свидетельствовать сегодня много, Боже, Ты дал. Спасибо Тебе, Господь. И за всех, кто онлайн подключился, и сейчас тоже есть кто-то ещё онлайн, за всех, кто потом в записи будет смотреть это видео, благодарю Тебя и благоставляю, Боже, пусть в эти дни Эллула, пусть свершается Твое чудо трепетной любви в наших судьбах, в нашей жизни. Аминь, Аминь, Светлана пишет, да, да, Аминь, Аминь, вас тоже благоставляю, Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое и Егова. Бог Авраама Исаака Израиля, Сущий на небесах, благодарю Тебя, Отец наш, Сущий, благодарю Тебя, Господь, любящий, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, кровушку Свою проливший за нас, душу Свою за нас положивший. Господь, спасибо, Ты во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их и дал нам Слово примирения. Спасибо Тебе, Господь, за всё. Благослови, Господь. И наипаче прошу Тебя за тех, кто несёт уже служение, Боже, в теле Твоём, Боже, пасторские служения. Господь, благослови братьев, Боже, в разных конфессиях, разных динаминациях, разных ветвях христианства, и в живых, и мёртвых, разных, разных, разных. Господь всемогущий, благослови и слепых, и прозревших, всех, всех, всех. Боже, пусть те, кто не знают Тебя, познают Тебя, Бога Живого и Святого. Пусть те, кто знают Тебя, ещё больше укрепятся в Твоей любви, погружаются в океан Твоей божественной любви. Слава Тебе, Господь, Бог Святой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу!